здравствуйте друзья я частенько получаю письма от людей с ограниченными физическими возможностями это инвалиды колясочники это люди самыми разнообразными заболеваниями и все это относится к иммиграции я просто прочту как пример вот вот такого плана много писем меня зовут дмитрий я смотрю ваш канал недавно он мне очень нравится и вот посмотрел ваше видео иммиграция в сша она вам надо это свете на видео может вы не ответить на мое сообщение пойму но как мне быть с моей дилеммы я не знаю я живу в украине я инвалид колясочник год назад окончил курсы программирования но стажировку так и не прошел пытаюсь сам наработать опыт еще до военных действий на украине хотел уехать сша не вышло уже два года думаю как это сделать я осознаю что помощи просить не имею права но пожалуйста если можете подскажите если в сша какие-то организации для инвалидов или какая-то защита я ищу в интернете не могу найти родители никуда ехать не хотят заранее благодарю вот такого плана письмо давайте я сейчас уже поеду на работу и по дороге мы поговорим и так инвалид колясочник и миграция я бы на самом деле может быть начал с того что хорошо бы разделять до начать с того чтобы разделить две очень разные ситуации то есть инвалид колясочник который живет в соединенных штатах он является легальным жителем страны законным и у него есть доступ к каким-то программам безусловно у него есть на самом деле очень много возможностей по сравнению с другими странами конечно не способность ходить в эти нельзя ничем компенсировать но когда ее нет но все-таки значит облегчить жизнь сделать ее более полноценной можно и в соединенных штатах очень много возможностей таких есть по сравнению с очень многими другими странами хотя я например не думаю что положение инвалиды колясочника хуже где-нибудь в германии франции великобритании там или голландии я не думаю что хуже может быть даже и там и и лучше в чем-то не знаю может быть социальных программ больше или средств больше выделяется значит теперь конечно еще вот экономика американская будучи очень крупной и будучи очень разветвленной и будучи очень технологичной вот эта экономика создает очень много возможностей для инвалида вот тем более в этом программирование изучает для такой работы да то есть это как бы совсем не то же самое как допустим я не знаю сто лет назад были там или там даже меньше были там благотворительные артели для слепых там я не знаю там для инвалидов которые ну что то такое вот они там мастерили что-нибудь простенькое там руками и так далее сейчас гораздо больше возможностей сейчас можно работать вот так можно работать удаленно там с компьютерами и так далее я рассказывал как-то но я могу еще раз рассказать у нас был один из индии человек он уже такое в америке давно работал на станке не знаю слесарем только токарем и там какая-то часть заготовка болванкой что-то отлетело в общем ему включится ударило и он потом много операций перенес и в конечном счете оказался у нас в школе его прислали из организации которая занимается вот помощью тем кто пострадал от травмы на производстве и он к нам попал хороший дядька был замечательный совершенно и когда мы его уже на практику послали в компанию вдруг выяснилось что он не может долго мышкой работать вот и ну не может и стал вопрос о том что он вообще тестировать не может и нам социальный работник его сказал ребят вы не волнуйтесь мы ему сейчас заказали мышку которая управляется коленкой 800 долларов и все удовольствие то есть и такое тоже братья вот теперь совершенно другое дело когда мы говорим про иммиграцию потому что иммиграция это не только надо ответить на вопрос как человек попал в страну надо еще допустим все удачно сложилось я не дам в лотерею выиграю у него все есть он легитимен он он все нормально пожалуйста он выиграл в лотерею он приехал в посольство ему дали визу что будешь делать он говорит вот программировать буду курсы закончили молоток давай но дальше как знаете это же надо это надо функционировать как бы в незнакомой стране и жилье снять и не знаю с автомобилем как-то определиться но сейчас передвижением вот и там у него родители есть все таки есть какая-то ну помощь то есть какие то вопросы они могут закрыть члены семьи там не знаю а когда ты один я у меня как-то даже не укладывается я не сталкивался и в общем слабо себе представляю как люди управляются хотя я понимаю что очень многие там инвалиды колясочники ведут активную жизнь там они спортом занимаются и там всеми остальными делами то есть как-то вот значит молодцом и я когда вижу вот эти вот паралимпийские игры как ребята просто потрясающе это все но вопрос чем кто-то же должен тобой все-таки заниматься некоторое время поэтому вопрос был если какие-то программы да давайте еще раз на вопрос гляну можете подсказать и подскажите если в сша какие-то организации для инвалидов или какая-то защита в сша безусловно есть организации для инвалидов и безусловно есть очень мощная социальная защита и очень много возможностей но вопрос в том фактически ведь вопрос надо перефразировать переформулировать и вопрос будет такой если в сша какие-то программы и там возможности и так ресурсы для инвалидов которые хотели бы эмигрировать из других стран и так далее и я за 25 лет жизни там зеленых штатах никогда такого не слышал они не стану не сталкивался нет и у нас очень большой круг общения у нас тут тысячи людей вокруг нас и я никогда такого не слышу то есть скажем так исключить абсолютно я не могу потому что просто мне нет оснований но сказать что что-то такое есть и оно как-то там известно в узких кругах или там в более широких кругах я тоже не могу потому что я никогда не слышал об этом вот но даже если нет проблем там инвалидности просто вот человек мы видим очень много ребят у нас на канале и на форуме там говорим проезд они играют в лотерею и у них нет никаких ограничений в этом смысле но это же не то что вот им как-то проще попасть в страну нет вот они все равно играют в эту лотерею там вероятность небольшая им конечно проще в чем они допустим если они готовы там заниматься такими вещами как там политическое убежищество оформление там и так далее они конечно могут просто приехать по турвизе и как-то там немножко помыкаться и какую-то работешка тут работешка там значит и так далее и человек с инвалидностью просто не может этого себе позволить если только им никто специально не занимается тогда конечно то есть господи если есть кто-то и ты к нему прилетел и он тобой занимается и и как-то вот закрывает вот те вещи те проблемы которые человек не может сам решить все можно абсолютно то есть вопрос откуда возьмется этот недостающий компонент который допустим есть у у человека ну который нормально может ходить или человек который значит там колясочный инвалид колясочник вот если вот эту разницу кто-то бы компенсировал как-то ну я никогда не слышал что есть какие-то ресурсы вот такие которые бы этим занимались так что даже не знаю что сказать и я почему стал отвечать я мог бы там допустим лично написать там много много писем таких я не скажу каждый день но может быть раз в неделю точно и я подумал что может быть надо как-то ребятам ответить всем всем вместе и сказать что мы мы очень их поддерживаем и желаем им всяческих успехов каждый из тех кто смотрит это видео я думаю ко мне присоединиться вот и и если какой-то ресурс где-то появится я могу что сказать что я попробую может быть связаться с какими-то социальными работниками которые как-то с этим связаны но но мое опасение просто в том что это для местных больше а не для тех кто хотел бы эмигрировать вот таким путем поэтому давайте так я попробую поискать этих людей я не могу обещать ничего потому что я никогда не сталкивался и у меня сейчас даже нет мысли о том где их искать если бы я знал где искать было бы проще но я обещаю эту тему как бы как говорили в наше время поставить на контроль то есть там завести карточку и при случае значит если что-то проклюнется я обязательно расскажу и поделюсь вот так что мое только знаете какое из общих соображений опасения состоит в том что если допустим есть что-то такое то оно тогда становится абсолютно недоступным то есть оно как бы в природе есть но реально не добраться потому что это какой-то должен быть не мощный какой-то не несущественный ресурс который может быть в состоянии пропустить там ну я не знаю 15 человек в год и дальше стоит там допустим полторы две тысячи может быть десять желающих тысяч желающих то есть вот я этого боюсь то есть даже если что-то есть то в практическом плане оно может оказаться недоступным вот это я думаю хорошо давайте мы на этом расстались это очень тяжелая для меня тема потому что вот это ощущение беспомощности у меня самого понимаете когда есть люди есть проблема понятная проблема и ничего сделать не могу но вот кроме как вот не знаю руку пожать посочувствовать там слово доброе я не знаю что делать и вот это вот вроде взрослый дядька и не знаю что сказать и ничего не сказать нельзя поэтому вот такое получается видео у нас сегодня счастливо ребят